МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяна Молокова. Государственные думы Российской Федерации начались. В эти дни проходят Дни Чувашии. Накануне в парламенте страны прошла презентация экономического потенциала республики. Все это время в Москве работают руководители министерств и ведомств промышленных предприятий, организаций, депутаты Госсовета. Сегодня из столицы вернулась наша съемочная группа. И вот что коллеги рассказывают. При первых же звуках чувашской гостевой песни в фойе второго этажа начали собираться зрители. Среди них депутаты Госдумы, представители правительственных структур, органов власти, общественных объединений. Накануне многие уже побывали на выставке и захотели познакомиться с нашей республикой поближе. После рабочей встречи с главой Чуваши к участникам презентации присоединился и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Я думаю, что это очень динамично развивающийся экономический регион с высоко развитой промышленностью, сельским хозяйством. В последнее время много инвестиций привлекается. В Чуваши развиваются такие высокотехнологичные отрасли, как электротехника. Мы знаем, что в Чуваши один из крупнейших, если не крупнейший в Европе, завод по производству солнечных батарей. И это тоже очень важно, что промышленность развивается, несмотря на кризисные явления в нашей стране. Судя по отзывам посетителей выставки, презентация Чуваши в Госдуме стала не только возможностью узнать, что там в нашей республике, но и поводом поделиться своими впечатлениями о ней. Что мне понравилось, по Чуваши, если взять всю историю России, наверное, самый мирный регион. Никогда не было никаких конфликтов. Ни политических, ни национальных, ни экономических, ни каким-то молодежным, какие-то бывают эксцессы, фанаты какие-то особые роды. Народ искренний, народ доброжелательный, народ высокопатриотичный, народ любящий Россию и преданный ей. Иосиф Давыдович Кобзон, побывавший у нас совсем недавно, подарил общественности новый афоризм, остроумно заметив, что в Чувашии и дураков нет, и дороги хорошие. Впрочем, не только дороги. Успехи республики в социально-экономическом развитии очевидны, заметил вице-спикер, руководитель думской фракции Единой России Владимир Васильев. По целому ряду показателей в рейтинге правительства вы занимаете 14 место и с 85. Я не ослышался. И когда я посмотрел ту информацию, которую вы любезно предоставили, то есть чем гордиться. И что самое важное, что те заделы, которые вы сделали, помогают преодолевать и те трудности, с которыми сегодня встречается экономика, развитая экономика. Глава Чувашии Михаил Игнатьев в своем докладе отметил, в основу стратегии социально-экономического развития республики положены инвестиции в человека, создание благоприятных условий для его самореализации, формирования сильной личности. Председатель Госсовета Чувашии Юрий Попов дополнил, режим благоприятствования создается и для инвесторов в виде адекватного законодательства, налоговых льгот, госгарантий, готовых площадок. В деловой программе Дни Чувашии участие в работе думских комитетов, различные встречи, которые еще предстоят. Сегодня подобного рода презентация – одна из востребованных форм работы и стимул для дальнейшего развития. Я же сегодня сказал в своем приветственном слове, что Чувашии – лучшее место для проживания. И говоря эти слова, я же несу ответственность и перед народом Чувашии, и перед регионами России, и перед государственными деятелями, в данном случае перед депутатами Государственного дома. Много добрых слов высказали, несмотря на политические взгляды руководителей фракции. Это тоже очень важно. Кто побывал в республике, они нас полюбили. Это самые главные показатели. От этого улучшается деловой климат, от этого улучшается инвестиционный климат. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. В эти же дни в Москве состоялась и коллегия Министерства спорта России, посвященная вопросам внедрения комплекса ГТО. В работе коллегии принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. С момента возрождения комплекса ГТО прошел ровно год. За это время проделана большая работа, создана нормативная база, установлен порядок тестирования, утверждены поэтапные планы внедрения комплекса. 15 мая стартует единая декада ГТО в рамках Всероссийского фестиваля. И задача регионов подойти к работе неформально, а творчески, заметил министр спорта Виталий Мутко, напомнив, сдача ГТО – дело добровольное. Мы должны путем продвижения, пропагандирования комплекса ГТО убеждать людей в том, что это очень важно, что физическая культура является тем элементом, который оздоравливает человека. Убедить в этом человека нужно, что надо вести здоровый образ жизни, быть активным в жизни. А ГТО должен способствовать этому, потому что каждый человек может прийти и проверить себя в своей возрастной группе на уровне физического развития, получить определенные навыки. Вот на это мы обращаем внимание. Для вовлечения в здоровый образ жизни большого количества молодежи нужны простые, адекватные способы. Министр спорта России привел в пример Чувашию, где строятся и активно эксплуатируются различные спортивные объекты. Удачной формой работы Виталий Мутко назвал и массовые спортивные мероприятия, которые практикуются в республике. Зарядка со звездой, велозаезды, день ходьбы. Это приносит свои плоды. В тестовых испытаниях ГТО уже приняли участие около 60 тысяч человек. Сегодня в Чувашии пять центров тестирования. В ближайшее время они должны появиться в каждом муниципалитете. На территории Чувашии ограничено посещение лесов. Такое решение приняли на заседании Кабинета министров. Кроме того, правительство республики утвердило отчет об исполнении республиканского бюджета и перечень госпрограмм, которые будут финансироваться из местной казны. Консолидированный бюджет за первый квартал 2015 года исполнен по доходам в сумме 10 миллиардов рублей. По собственным доходам, налоговым и неналоговым поступлениям, республиканский бюджет исполнен на 8 миллиардов. Как сообщила исполняющая обязанности министра финансов Фрида Муратова, в первом квартале этого года зафиксировано снижение поступлений налога на прибыль организаций. Общая сумма поступления собственных доходов повлияет на спад поступлений на налоговый доход Фитлиц на 8,3%. Налоговый доход Фитлиц поступает в объем 70% в республиканский бюджет и 30% в местные бюджеты. Поступление налога на прибыль составом 1,533 млн. рублей ниже уровня прошлого года с первых кварталом 12,5%. Поступление акцизов идет с роста к уровню прошлого года в целом на 13,3%. По данным Минфина, поступление налога на доходы физических лиц снизилось почти на 5%. Меньше всего их собирают в Шумерлинском, Марпасадском районах и в Чебоксарах. Сейчас совместно с налоговой службой созданы комиссии, которые напрямую работают с работодателями, которые сократили выплаты. Отдача от работы таких комиссий есть. Налогоплательщики, то есть налогоги агенты, перечисляют НДФЛ. Но практика работы показывает, что все-таки идет сокрытие, выключены зарплаты, неполное перечисление НДФЛ. Работу в этом направлении нужно будет усилить. Мне кажется, здесь с муниципалитетами, с налогами надо во втором квартале здесь работу сосредоточить более точечно, так как у нас отстают и земельные налоги, я так понимаю, организация все-таки платит его с отставания. И по НДФЛ пробелы есть. При инфляции почти 12% за прошлый год мы имеем не рост НДФЛ, а снижение. Это говорит о том, что реально сократилась зарплата, или, как вы сказали, где-то сокрытие до невыплата численно НДФЛ. По завершении отопительного сезона предприятия ЖКХ начинают сразу же готовиться к новой зиме. Минстрой Чуваший подготовил перечень мероприятий по подготовке объектов к холодному времени года. Предприятиям ЖКХ и ТЭК также необходимо в полном объеме провести запланированные работы, то есть осуществить замену или капитально отремонтировать 54 изношенных котла, заменить около 15 километров ветхих тепловых сетей, более 13 километров ветхих водопроводных сетей и осуществить гидропанимонатическую промывку и опрессовку в многоквартирных жилых домах, централизованной системой отопления. Все подготовительные работы необходимо провести до 15 сентября, а до 1 октября создать запасы топлива, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение теплом и электричеством жителей Чувашии. На все работы необходимо почти 2,5 миллиарда рублей. У меня не возникают сомнения в плане технической подготовки, но в плане погашения задолженности здесь нужно, конечно же, работу активизировать. За тепло вроде долги остались на том же уровне, а за газ возросли почти на 50%. То есть, по идее-то, получается, и организации, и население за тепло платят. Ну, по крайней мере, не нарастили задолженность значительно. Значит, расчеты идут в жилищно-коммунальном хозяйстве с разбойами. Так получается? Есть проблемы, да. Там, где напрямые платежи перешли, нет таких особых проблем. Там тенденция к уменьшению она идет. У нас остаются те муниципалитеты, где работают напрямую. Это АлатР, КТИС, Шумерли, МОК Теплоэнерго, Канаж, который мы сегодня будем с вами обсуждать, и коммунальные технологии. На заседании члены правительства также утвердили порядок предоставления возможности временного проживания в интернатах детям-сиротам старше 18 лет на бесплатной основе. В республике два детских дома, где функционируют службы постинтернатной адаптации выпускников. Созданы условия для временного проживания, приближенные к семейным. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика. В республике продолжается реализация подпрограммы «Доступная среда». Из федерального бюджета в этом году уже выделено более 42 миллионов рублей. Что уже сделано, а что только предстоит, узнавали мои коллеги. Татьяна Васильева привыкла справляться с жизненными трудностями. И тяжелый подъем на инвалидной коляске для нее не проблема. Тем более сейчас. С ним она справляется практически без посторонней помощи. Новый пандус, электронный звонок, комфортное расположение дверных ручек. Все это стало возможным благодаря подпрограмме «Доступная среда». Сейчас удобнее то, что в каждое заведение, куда приезжаешь, есть пандусы подниматься, кнопки сигнализации, чтобы позвонить, чтобы встретили и проводили. Мы часто сюда приезжаем. Нам выделяют машину, на машине мы собираем по адресам своих колясочников и приезжаем сюда. Одним из первых учреждений Чебоксар, в котором стали реализовывать эту подпрограмму, стал комплексный центр социального обслуживания. Теперь в нем созданы все удобства для маломобильных групп населения. Тактильные плитки на улице и в здании, специализированные компьютерные классы, таблички со шрифтом Брайля, наличие индукционных петель для слабослышащих горожан. И это лишь часть того, что сделали. Мы постарались все-таки же поле компактно, чтобы инвалиды у нас занимались. Это первый этаж, у нас один блок. То есть вот эти и социально-консультативное отделение у нас там же находится, и срочное социальное обслуживание, и компьютерный кабинет, класс. Это все в одном месте. Результат не заставил себя долго ждать. Количество маломобильных жителей Чебоксар, которые посещают этот центр, увеличилось. Работа по созданию комфортной среды ведется совместно с общественными организациями инвалидов Чувашии. В Республиканской клинической офтальмологической больнице уже оборудована регистратура, санузлы и три палаты для пациентов. Городские власти не оставили без внимания и общественный транспорт. Специальными подъемниками уже оснастили около 10 автобусов. Закупили и троллейбусы. На остановках появились тактильные плитки, звуковые светофоры. Программа «Доступная среда» действует в Чувашии с 2014 года. За это время уже адаптировали 27 объектов социальной инфраструктуры. Больницы, центры физической культуры и спорта, социальной защиты. В этом году к этому списку планируется добавить еще около 30 сооружений. Сейчас ведем работы по адаптации, по приспособлению этих зданий, для того, чтобы инвалидам там было комфортно. В рамках этой программы реализуются именно мероприятия по созданию доступной среды, для того, чтобы люди могли приехать на специальном транспорте, чтобы они могли войти в здание, для этого оборудуются входные группы, могли воспользоваться услугами. Так люди с ограниченными возможностями начинают ощущать себя частью большого мира. В котором им становится с каждым разом все комфортнее. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Комфортный город для любителей покататься с ветерком. Чебоксарские велосипедисты совсем скоро смогут испытать современную трассу, которую уже начали прокладывать на столичных улицах. Как воплощают данный проект, в жизни сегодня показали журналистам. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Там, где раньше была только разметка, появятся бордюры. Дорожки станут шире, теперь на них разъедутся и два встречных велосипеда. В городе начали создавать более совершенную велотрассу. Она проложена от пешеходного моста на заливе и проходит по центральным улицам города. Протяженность этого маршрута превышает 7 километров. Сейчас необходимо реконструировать самые проблемные участки. Работы уже начались. Дорожку надо сделать так, как на западе, чтобы не было ступеней, чтобы были везде пандусы, причем очень пологие пандусы, чтобы не трясло на дорожке. Вот этим мы занимаемся. Был разработан проект, сразу все не делается. Проект вышел стоимостью 18 миллионов. Любители прокатиться с ветерком на своем пути не встретят преград. На этом участке строители прокладывают новый асфальт. Здесь вместо крутых лестниц установят пониженные пандусы. На Красной площади обычную разметку меняют на специальные бордюры. Работы идут по графику. Новую велотрассу в городе оборудуют уже до 15 июня. Но только одним 7-километровым замкнутым кольцом дело не ограничится. Для велосипедистов в Чебоксарах будут создавать и другие трассы, по крайней мере, там, где это возможно. В городской администрации принято решение проектировать новые велодорожки при строительстве новых микрорайонов. Новая велотрасса городу необходима, говорят жители. Создавать эту сеть в Чебоксарах начали в прошлом году. На центральных улицах появились временные разметки. Сейчас столицы решили пойти по опыту Европы. Удобнее для пешеходов, чтобы пешехода там не сбить. Потому что сейчас по сторонам не смотрят. Там кто сзади едет, не знает. А по дорожке едет, уже знает, что здесь велосипедист должен ездить. Я считаю, что нужно, конечно, развивать спорт. Чтобы у нас, люди, был стимул свободное время проводить активно на отдыхе, на воздухе, на свежем. Ну что они сейчас по дорогам едут, дети катаются. По дорогам может и под машину попасть. А по тротуарам, движениям людям мешают так же. Ну, специальные дорожки, чтобы катались дети. Опыт прошлого года показал, что только после появления разметки количество несчастных случаев с участием велосипедистов в городе сократилось в разы. Новая трасса, говорят столичные чиновники, будет отвечать всем требованиям безопасности. Митрий Ковалев и Василий Алексеев. Республика. Любители железных коней побольше организовали мотопробег Чебоксара-Маринский-Пасад. Байкеры Союза мотоциклистов Чуваши и Госавтоинспекция Республики посвятили его третьей глобальной неделе безопасности. Перед стартом колонны водителей мотоциклов написали свои пожелания участникам дорожного движения на мини-плакатах «Спасите детские жизни». В своих пожеланиях участники акции призывали всех соблюдать правила дорожного движения, быть взаимовежливыми друг к другу и просто быть добрее и терпимее на дорогах. Затем в сопровождении дорожно-патрульной службы колонна байкеров направилась в Марпасад, где приезд десятков мотоциклистов стал частью праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. Чувашская Республиканская Организация Инвалидов Войны в Афганистане уже в восьмой раз организовала для школьников Чуваши поездку в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков. Причем в этом году прибавилось еще два значительных повода. 70 лет Великой Победы и 75-летие Сызранского летного училища. Побывал там и наш корреспондент. В настоящее время Сызранский филиал военно-учебного научного центра Военно-воздушная академия имени профессора Жуковского и Гагарина единственное военное учебное заведение, которое готовит летные кадры для вертолетной авиации. В этом году поездка получилась массовой. Два комфортабельных автобуса едва вместили всех желающих. В число 95 представителей нашей делегации вошли старшеклассники Чебоксар, Новочебоксарска, Канаша, Шумерли, Чебоксарского, Канажского, Цивильского, Янтиковского, Шамуршинского, Урмарского и Козловского районов. Два дня будущие абитуриенты знакомились с преподавателями филиала, жизнью и бытом военных курсантов и переночевали в настоящей казарме. Неподдельный интерес как у ребят, так и у сопровождающих вызвали полеты на вертолетных авиатренажерах в кабинах боевого вертолета Ми-24 и военно-транспортного Ми-8. Итак, наступает кульминационный момент нашей сегодняшней экскурсии. Нашей съемочной группе и ребятам разрешили побывать на аэродроме Троекуровка и своими глазами увидеть начало ночных полетов, которые начинаются в 19 часов. Сзади нас находится как раз аэродром, и вы своими глазами можете увидеть и услышать эту технику, в которой сейчас находятся курсанты летного училища. Бурю восторга у ребят вызвало каждое приближение бортов, отрабатывающих полеты по кругу. Где, как ни на самом летном поле, откровенней получаются разговоры с отшедшими небес курсантами, только что отработавшими свою летную программу. Вот сейчас я летал пять кругов, выполнял. А самое главное – это полет по кругу, когда выполняется взлет и посадка, отрабатывается. Уже на пятом курсе нам осталось четыре месяца всего лишь. Это уже второй тип у нас идет, мы осваиваем. Первая поездка в Сызранский филиал состоялась в 2008 году. Сегодня один из ее участников, выпускник Алексей Васильев, служит на военной базе в Армении командиром экипажа вертолета. Многие авиаторы Чуваши – выпускники именно Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. Среди них герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Николай Гаврилов, а также организатор поездки, председатель Чувашской республиканской организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы инвалидов войны, кавалер Ордена Боевого Красного Знамени Геннадий Матвеев. Я считаю, что цели и задачи поставлены на ежегодную традиционную экскурсию мы выполнили. И благодаря командованию училища Александра Александровича Осанова мы, естественно, надеемся, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться. Чувашские парни будут стремиться поступать в это училище. Надо отдать должное Чувашской республике, ее руководству и, наверное, лично Геннадию Петровичу Матвееву в этом плане, потому что он выпускник нашего училища. Ну, наверное, во многом на энтузиазме этого человека и на огромной поддержке руководителей республики вот это все стало возможно, потому что действительно эти встречи, они традиционные. В прошлом году 13 ребят из тех, кто побывали здесь на такой же экскурсии, стали курсантами училища. Год назад мы, как и чувашские ребята, приехавшие сегодня к нам на экскурсию, немного с завистью смотрели на казармы, на вертолеты, на курсантов. Ну и, наконец, сегодня мы тоже курсанты. Сбылась наша мечта, но к ней мы шли через упорный труд. Наше училище самое лучшее. Поступайте к нам, пацаны, и тогда сами поймете, сколько счастья в погонах на плечах. Курсанты получают ежемесячно 2 тысячи, проходящие службу по призыву. После заключения контракта минимальная сумма 10 тысяч составляет и также различные надбавки за физическую подготовку, за учебу, за работу с секретными данными, за летную подготовку и много различных надбавок. Огромное спасибо товарищу майору Матвееву и своему отцу, что они вдохновили меня сюда поступить, как летчики армейской авиации. Пожелать им крепкого здоровья и долгих лет. Спасибо вам, товарищи офицеры. Больше всего в Сызринском военном училище мне понравились военные тренажеры и Сызринский аэродром, на котором большое количество вертолетов. Вот что ты решил для себя? Я решил для себя, что Сызринское военное училище встает на одно из первых мест в выборе моей профессии. Организаторы поездки и руководство летного училища надеются, что и в этом году ряды курсантов из Чувашии пополнятся. Уже во время экскурсии 30 выпускников республики изъявили желание поступить в Сызринское летное. Родион Архипов, Владимир Егоров, Республика. А студенты Чувашии вновь готовятся принять участие в молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга. Начался отбор проектов. Какие новые идеи выдвинули потенциальные участники и по каким критериям будут отбираться работы, узнала наша съемочная группа. С 17 по 27 июня Мостряковские озера Самарской области вновь примут инициативную молодежь, которая готова представить и защитить свои уникальные проекты. Каждая работа пройдет через конвейер. К такому методу оценивания ребят подготовили заранее. Ребята работают очень много по различным проектам. Но вообще социальное проектирование у нас сегодня очень на слуху. И мы работаем в этом направлении. И проектные школы проводим, и в вузах, и в образовательных организациях ведется работа. И каждый сам по себе студент старается работать в этом направлении тоже. Квота у нас, как и в прошлом году, остается 90 человек. Это организованный выезд на больших красивых автобусах. Финансируют полностью за счет бюджетных средств. И я думаю, что эти 90 человек будут достойными представителями Чуваши. В этом году в качестве гостей на Иволку ожидают делегации из Аргентины и Швейцарии. Поэтому побывать на форуме будет вдвойне интереснее. Отсюда инноваторские работы участников, передвижные фото-выставки, необычные проекты по работе с инвалидами, с детьми и другие яркие идеи. В этом году я хочу поехать на Иволку с проектом «Диалог языков и культур». Вливайся. Проект направлен на помощь в адаптации иностранных студентов, которые приезжают к нам на обучение из разных стран, в частности из Азии, путем создания интернациональных площадок. На площадках, конечно же, они будут встречаться с нашей молодежной средой Чувашской республики. Они будут общаться, естественно, знакомиться своим языком. На региональном этапе отбора участники встретились с экспертами, которые оценивают актуальность, механизм реализации проекта, финансирование и результат проекта. Мы хотим написать метод, что в Чапоксаре офигеться на историю. Также у нас будут денежные призы отчисляться именно за первые, вторые, третьи, четвертые места. Всем интернету будут выданы сертификаты об участии. И много будет выручены сувенирные продукции. В качестве ставить планируется не менее 150 экземпляров на саму-то альбом. Регистрация на молодежный форум «Иволга» продлена до 15 мая. Поэтому есть время отправить свою заявку по любому из девяти направлений. Будь то «Арт-квадрат», «Инфопоток», «Инновационные технологии», «Малая Родина», «Беги за мной» или специальная смена в честь 70-летия Победы «Патриот». Екатерина Абрамова, Александр Петров, Республика. Сотрудники госнаркоконтроля Чуваши проверили 12 ночных заведений Республики и задержали более 20 человек в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Ночи-2015». Из незаконного оборота изъято наркотические средства в значительном размере. Операция показала, что на сегодняшний день ночные клубы по-прежнему остаются одной из зон риска. И цель таких мероприятий у нас по проверке мест массового досуга молодежи это не только выявление и привлечение к ответственности лет, которые употребляют и распространяют наркотические средства, но и устранение причин, условий, способствующих распространению наркотиков в данных заведениях. В настоящее время операция «Ночь-2015» завершена, но подобные рейды у нас продолжатся. Это все новости к этому часу. Итоги дня подведем в вечернем выпуске в 20.00. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин